И к другой важной теме. На территории Курской атомной станции строится хранилище радиоактивных отходов, где они будут находиться до момента передачи на захоронение национальному оператору. Современные технологии обеспечат максимальную безопасность. Материалы для обоснования лицензии на строительство хранилища атомщики предоставили жителям Курчатова. Подробности обсудили на общественных слушаниях. Работа в условиях абсолютной прозрачности. Все важные решения, связанные с жизнедеятельностью станции, ее руководство принимают вместе с жителями. Причем интерес к безопасности родного города проявляют даже маленькие курчатовцы. В ноябре прошлого года в одной из школ появилась научно-естественная лаборатория. Ребята держат на контроле мощность дозы гамма-излучения. Нужно заметить, что их показания полностью соответствуют с показаниями специалистов в лабораториях станции. Отсюда главный вывод, что станция нам говорит правду в своих отчетах, когда проводят семинары, конференции. И вот такой подход к экологическому образованию, когда дети являются экспертами, говорит о безопасности и надежности Курской АЭС. Строительство хранилища радиоактивных отходов – это новый шаг в вопросе безопасности. Отсутствие хранилища влечет опасность. А хранилище, наоборот, упорядочивает хранение, значит, это повышает безопасность. Поэтому наша задача сегодня – то, что мы накопили, это, я еще раз подчеркну, только те объемы, которые за 40 лет станция накопила, мы сегодня переводим на другой формат, на другой объем, на другую кондицию. И эти объемы будем хранить способом сегодняшнего дня. Это новое здание, это новые условия, это другой уровень безопасности. 15 отсеков, 12 из них для высокоактивных отходов. Изнутри облицовка нержавеющей сталью. Все проектные решения направлены на создание мощного барьера, который не допустит никакого воздействия на окружающую среду. Провели оценку воздействия хранилища на окружающую среду по всем факторам воздействия, как по радиационным факторам, так и по нерадиационным факторам, по всем путям поступления загрязняющих веществ и радионуклидов в окружающую среду. И по результатам оценки воздействия оно оказывается ниже допустимого по всем факторам. Сооружение решит проблему хранения радиоактивных отходов на ближайшие полсотни лет. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, Телеканал 7.